Жанна Дмитриевна Шинкарёва родилась в октябре 41-го года в деревне Ужлятина Витебской области. Когда началась война, вся её семья бежала из Бреста. Выжила я в это время только благодаря тому, что ещё у односельчан кое-что сохранилось из продуктов, и они приносили, знали, что мы беженцы, пришли, приносили и помогали маме подкармливать меня. В семье было четверо детей. Старшим сёстрам – 12 и 11, а брату – 4 года. Жанна Дмитриевна рассказывает, что когда брат стал постарше, то смог со своим товарищем собрать радиоприёмник. Об этом узнали партизанские отряды и попросили отдать, чтобы была связь со штабом. С тех пор мальчишки стали связными. Старое село было, станция, наверное, за две до Ужлятина. Ребята увидели, что стоит эшелон с немецкими лётчиками. Молодые лётчики, окончившие училище, ехали на фронт. Они донесли об этом своим ребятам, тех партизанам, и таким образом партизаны решили подорвать этот состав. Это удалось сделать. Состав был подорван, слетел под откос. Очень много погибло. Немцы хоронили своих лётчиков тут же, около железной дороги. Целое кладбище выросло, кресты. И на крестах висели голубые фуражки. Ребята ходили туда и восхищались, что смогли так помочь стране. Отец Жанны Дмитриевны был проводником у партизан. К ним в дом часто приходили отряды и просили помощи. Однажды мужчина провёл солдат для взрыва железной дороги. Но взрыв осуществить не получилось, и его арестовали. Мать пошла к начальнику этой тюрьмы, говорила, что это не он. Она собрала какие-то подписи жильцов, что он благонадёжный, что он никуда не водил, что они его хорошо знают. Он говорит, нет, нет взрывов, это он. И тогда партизаны устроили взрывы на железной дороге. И отца отпустили. Должны были отправить в гестапо, в районный центр Шумилина. Но если бы туда отправили, он бы уже с живым оттуда не вернулся бы. А здесь всё-таки полицаи были, местные там отпустили его. Отец Жанны Дмитриевны написал книгу «Воспоминания о войне», о которой не дают потомкам забыть о тех страшных временах. Продолжение следует...